13.06 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». Я, Анна Лапшина, приветствую слушателей, говорю здравствуйте гостю нашей студии, председателю Совета Кировского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Андрею Вавилову. Андрей Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Все ли верно в должности? Да неважно, все хорошо. Все хорошо. Андрея Николаевича давно не было в нашей студии, очень рады его видеть и думаю, что слышать слушатели наши вас тоже очень рады. Тем у нас несколько, но я напоминаю слушателям, что в нашей беседе с Андреем Николаевичем вы тоже можете поучаствовать посредством нашего сайта эхакирова.ру. Через форму анонсов можно задавать вопросы. Мы начнем с темы мусора, Андрей Николаевич. Тема касается и обычных рядовых граждан, и бизнеса ваших подопечных. Но давайте сначала с граждан все-таки начнем. В пятницу на пресс-завтраке глава региона Игорь Васильев сообщил о том, что платить за вывоз мусора мы будем с квадратного метра. Эта тема долго обсуждалась. Фактически вот завтра нам уже должны назвать размер тарифа. Изначально предполагалось, что мы будем платить за мусор с человека. 156 рублей называлась предельная сумма. Теперь говорят, что будем платить с квадратного метра непонятно сколько. И непонятно, кому это будет выгодно, а кому не выгодно. Потому что если умножить на стоимость того тарифа, который есть, например, у наших соседей в Эдмирте, 7,5 рублей с квадратного метра за вывоз мусора, то это точно не будет выгодно людям, которые живут одни в квартире. Ну, в частности, например, пенсионерам, которые живут одни в двухкомнатной хрущевке и вынуждены будут платить в таком случае около 300 рублей в месяц за вывоз мусора. Вам кажется, какой вариант более справедливый? С квадратного метра платить за вывоз мусора или с человека? Мне сам подход не нравится. Дело в том, что мы же как-то живем и жили. Да, сегодня идет строительство новых полигонов. Но вся идеология была не за полигоны, а за мусор и перерабатывающие заводы. От того, что мы создаем полигоны, от этого экология у нас не сильно улучшается. Вот если все-таки платить за что-то, давайте платить за то, что мы действительно мусор перерабатываем, его не в природу, опять сказать, перерабатываем. По моим понятиям, население не готово ни с квадратных метров платить, ни с человека, потому что оно не понимает, за что платить. И конфликт. В частном доме человек живет, и я весь мусор свой сжигаю. И так далее, и так далее. У каждого есть своя причина не платить. Население сегодня платить не готово. Это и не только касается Кировской области. Я эту проблему анализировал и в других регионах. Проблема всей страны, что население не готово. С другой стороны, сегодня региональный оператор, работа регионального оператора, это не сахар, потому что уже есть, значит, в Поволжье уже есть региональные операторы, которые обанкротились, несмотря на то, что закон-то не так давно работает. И пионеры, и первопроходцы уже в банкротном состоянии. Это где? То ли Волгоград, то ли Астрахань. Я сейчас врать не буду. И собрать деньги с населения практически невозможно. И вот то, что сейчас решили собирать не по факту проживания, а по факту квадратные метры. А квадратные метры это Росреестр, это налоговый учет. То есть у нас сегодня эта база данных прозрачная. Да, наверное, для кого-то она будет несправедливая. Но с точки зрения администрирования, это самое простое. Это очень удобно, конечно. Это очень удобно. Есть же площадь, плати. В конце концов, получается косвенные налоги. У нас и так очень много косвенных налогов. Это очередной косвенный налог на население. Готово ли население его платить? Мы увидим, как они будут его платить. Хотя проблема есть. Но еще раз повторю, что строительством полигонов она не закончится. Если все-таки... Вообще была идея, пока газ не пришел в заречную часть, ну, за реку-зареку-вятку, пока не построили газопровод туда, то хотели, как раз, завод строить там, чтобы он отапливал ту часть, куда газ мог бы не прийти. И как бы все увязывалось. Баланс зачем сжигать, зачем возить и так далее. То есть отапливал жилые дома посредством переработки каких-то отходов. Переработки и сжигания отходов. Но если взять европейский опыт, все равно на него нельзя не оборачиваться. К сожалению, он нам не применим, потому что те австрийские заводы, которые уже завезли в страну, они ориентированы, что 85% мусора перерабатываем, а 15% только сжигаем. Потому что перерабатывать нужна сортировка. У нас другая, у нас наоборот. Возможно только 15% мусора переработать, а 85% надо сжигать или просто закапывать, или еще что-то делать. Потому что структура мусора другая, отходы другие. В Европе другие отходы от населения, от промышленности. Ну, давайте сейчас не будем глубоко углубляться. Хорошо, это очень глубоко. Но, тем не менее, строительство мусорозаводов пока, я хоть и ратую за них, а они экономические, экономические, к сожалению, неизвестно, когда они придут к тому, чтобы именно сортировочные заводы, мусороперерабатывающие, они возникли, и бизнесу было эффективно их построить. Но без государственного, без частного государственного партнерства здесь никуда. Потому что проблема вообще, в государственной важности, я обозначил президента, еще много раз на народном фронте, еще где-то, проблемы экологии, поднимаем, поднимаем, поднимаем. Вот она приходит. Когда население будет готово платить за то, что у него мусор вывозят? Не знаю, когда. Вы знаете, у меня есть ощущение, что жители это платить готовы, но люди должны понимать, за что они платят. Во-первых, за хорошие, качественные контейнерные площадки, за их чистоту и своевременный вывоз мусора. Ну и кроме того, люди должны понимать, что платят они справедливо, потому что вопросов возникает множество. Во-первых, у меня есть, допустим, какая-то квартира, это вот Роман Титов озвучивает несколько вопросов, проблемных. Есть у людей какая-то квартира, в которой они не проживают, которую они не сдают. Ну вот, ну покупалась в свое время, там, я не знаю, для детей многие покупают, да, и стоит она пустая. Квадратные метры придется платить, хотя там никто не живет. Есть люди, которые живут полгода на даче, полгода в доме, будут платить и за дачу, и за дом, если брать с квадратного метра, они с человека. Есть люди, которые живут в частном доме, действительно, большую часть мусора там, ну или какую-то часть мусора, они сжигают в компостную кучу, еще куда-то, еще куда-то. А платить будут точно так же, как те, кто живет в городской квартире, ну вот примерно в таком же объеме, да, и по той же самой ставке. И вопрос-то возникает следующий, то есть сегодня у нас 3 декабря, 4 декабря нам обещают назвать тариф, к 20 декабря он должен быть утвержден, с января все должно заработать. А люди до сих пор не знают вообще, как это будет работать, почему так долго-то? Ну это не ко мне вопрос, к власти, естественно. Если уж совсем все так вот, можно сделать и гибридно, ведь никто не мешает сделать небольшую плату с квадратных метров, пыль же все равно собирается, да, ее куда-то убирать. Ну и какую-то разумную плату с человека. В любом случае, наверное, дифференциация будет. В районах области, в городе, это разные затраты полигона, в районе области, наверное, за 3 километра, в городе у нас за 20 или 30 километров затраты по вывозке мусора, они разные. Там будет дифференцированная оплата, действительно, но она не очень сильно будет отличаться, когда говорили про тариф с человека, по-моему, в районах называлась цифра примерно 120 рублей с человека, а в городе, вот, ну, в районе 150. Ну, в любом случае, население будет недовольное. Оплатить будет? Так вот в этом-то и проблема будет, что будут задолженности. К капремонту ведь тоже, пока в домах не начались ремонты, долго приучались. До сих пор, наверное, есть кто пытается... Есть те, кто не платит, да. Есть те, кто не платит, и принципиально не платит. Его позиция тоже какая-то обоснованная самого для себя, по крайней мере. Ну, вот я бываю иногда у кого-то где-то как-то в пятиэтажках, некоторые пятиэтажки начали ремонтировать, которые по 20 лет стояли ободранные, обшарпанные, стены утепляют, панельные особенно дома, которые промерзали. Поэтому он говорит, что программа не работает, нельзя. Но работает не очень качественно. Мы говорили на прошлой неделе, не успевает, конечно. Хорошо, вот для вас, вам кажется разумным тариф, если с человека мы берем, какая сумма в Кирове? Сколько? Ну, мне стыдно, у меня квартира 250 квадратных метров. Я бы, чтобы сейчас не сказал, будет все нечестно. Скажу, да, он под себя гребет. Нет, есть, значит, у нас власти, они как решат, так и будут. Но я бы сделал дифференцированную, не какое-то разумное количество квадратных метров, живешь ты там, не живешь, плати, и какое-то разумное количество денег с человеком, чтобы мы понимали, за что мы платим. Но если вот не подходить конкретно к своему жилю, наверное, конечно, если человек не живет, за что он платит. То есть получается навязана услуга, которую ты не потребляешь. Вот как это понимать? То есть у нас никто не может навязать тебе ту услугу, которую не потребляешь. Это не налог, который ты обязан платить, налог на имущество. Это плата за то, что ты не пользуешься. За то, чего ты не производишь. Плата за вывоз мусора, которого у тебя нет. Сумма не готова. Я думаю, что... 150 рублей, 140, 200. Да какую сейчас не вводить, ее надо вводить плавно. Не начинать со 150, начните с 50 рублей. Люди привыкнут, увидят, что стало во дворах чисто, и тогда сами понесут деньги, давайте еще что-то дальше делать. Я считаю, что не надо никаких резких движений, не надо 150 делать, надо делать только, сколько люди примут. Это так же, как налоги по предпринимательству. Не надо пытаться с одного предпринимателя собрать все налоги. Надо со всех, но понемножку. Андрей Вавилов, в нашей студии еще один вопрос. Касается он того, каким образом мусорная реформа скажется на бизнесе. К нему мы обратимся после небольшого перерыва. Председатель Совета Кировского регионального отделения Организации опоры России Андрей Вавилов, в нашей студии мы продолжаем. Ну вот коротко. А бизнес за вывоз мусора каким образом платит и каким образом будет платить? То есть для них это тоже будет как-то меняться с января месяца или нет? Тот бизнес, который не офисный, у них есть свои территории, у них есть свои мусорные ящики, предприятия. То есть у них спецавтохозяйство всякие вывозят. У них есть договора прямые. За кубометры они платят за вывоз, да? За объемы? Да, там за объемы ящиков. Или раз в неделю график. Вот я когда работал в Миростерии, у нас был график. Несколько через... Около всех корпусов стоят мусорные контейнеры. Мы заключали договор. Раз в неделю, два раза в неделю, три раза в неделю. Ежедневно есть вывозка. То есть есть кубометры, которые посчитаны. Там договора прямые, хозяйственные между именно предприятием B2B, бизнес-то-бизнесом. Заключает договор. Ну, сейчас не знаю, какая там организация, как она правильно называется. Куприд, не куприд. Сейчас куприд будет с января. Ну, куприд, да куприд. Заключает договора. Кстати, мне вчера по электронке пришло какое-то там предложение коммерческое или еще что-то. То есть, в общем-то, эта работа ведется. Если речь идет о крупных центрах, там арендаторы, владельцы этих самых крупных центров, офисных или торговых, они заключают договор, соответственно, и все это включается в арендную плату. Я уверен, что у любого офисного торгового центра есть свое мусорное место, контейнерное, и оно вывозится. А если речь идет о небольших офисах, которые квартируют, ну, вот как мы, например, в жилом доме. Для вас, вы, наверное, каким-то нормам должны рассчитываться. Кто это будет по сети ходить, я тоже не понимаю. Потому что вот на эту тему вообще не было разговоров. Действительно, должны быть муниципальные, экологические власти, которые мониторят, заключил-то недоговор, не заключил. До того, как мы заговорили о мусорной реформе, вообще не было разговоров о том, в какой контейнер можно выбрасывать мусор, а в какую нельзя. Главное, выбрасывая в контейнер, а не на улице тучкой раскладывать. Я думаю, что сейчас у оригинального оператора будут все полномочия навязывать этот договор. Ну, навязывать, не навязывать, а какие-то инструменты, понуждения, заключения договора о вывозке мусора. Если будете сопротивляться, значит, будет какой-то контроль, надзорный орган, другой подключаться. Ну, хорошо. Я надеюсь, что мы не будем сопротивляться. Мы все-таки достаточно законопослушные все товарищи здесь. К теме бизнеса мы переходим. Андрей Николаевич видел вас на прошлой неделе в четверг на форуме территории, «Вектор развития бизнеса-2019». Прошел на нашем городе, кстати, не первый бизнес-форум, по-моему, неделю назад тоже был какой-то бизнесовый, тоже, по-моему, речь шла о малом и среднем бизнесе. Я так поняла из сообщений областных властей, что на форуме «Вектор развития бизнеса» презентовали основные направления стратегии развития социально-экономического нашей области. Так это или нет? Традиция в это время, сейчас две традиции, одна 26 мая, одна традиция «Всемирный день предпринимательства» отмечается в конце ноября, поэтому вот эти, если помните, у нас 31 мая был форум, и сейчас, это, в общем, уже традиция. в 2013 году мы во всей области год был предпринимательства, на следующий год, вроде бы говоря, это по стране будет, ну, в обозримом году, год предпринимательства уже Российской Федерации, поэтому это традиционное напоминание, что есть бизнес, о том, что мы его видим, мы задаем... Мы это власти. Мы власти, да, мы задаем вам такой-то вектор, конечно, я мог бы о чем много поспорить о 2035-м годе. А давайте поспорим, там же назывались конкретные параметры. Ну, смотрите. В 1935 году мне будет под 60 лет, сейчас, под 70 лет, а не 52. Вы уже пенсионером будете. Я буду пенсионером, и будет мне под 70 лет, и вспоминать, кто что обещал в 1935 году, я точно не буду. Ну, подождите, ну, давайте хотя бы оцениваем, насколько реальнее. Задача правительства была задать вектор, куда, в принципе, мы вот с вами вместе движемся. Мы про вас не забыли, мы движемся. Вот мы такие-то хотели бы, показатели вместе в губернии достичь. Встраивайтесь в эти показатели и помогайте нам их достигать. Так. А что сказали предприниматели на это? Предприниматели? Предпринимателей там, говорят, было человек 200. Что они сказали? Ну, к сожалению, я модератором был. У меня пришла всего одна записка от предпринимателя. Я, по-моему, модератором был в одной из секций по взаимодействию с налоговыми органами. У меня пришла записка от предпринимателя, от председателя Совета Советского района. Председателя Совета опоры? Нет, предприниматель. Совета предпринимателей при главе, видимо, Советского района. Он написал, что, в общем-то, лучше бы вы к нам приехали, потому что нам вас не хватает в районах. Вот те предпринимательские десанты, которые мы делали по области, я как амбутсмен объезжал. Надо все-таки восстанавливать и повторять, потому что нас там ждут. Я помню, вы ездили вместе с представителями налоговой, вместе с представителями контролирующих органов, выезжали прямо вот так массировано, чуть ли не каждый месяц в какой-то район были поездки. Теперь этого нет. Пока я был амбутсменом, мы ездили каждый год практически. И собирали обратную связь, как помогать. И вообще помогали на местах. Какие-то вопросы сразу возили туда специалистов. И какие-то часть вопросов готовились, заранее их собирали, опрашивали. Часть вопросов уже в формате ответов. Часть вопросов брали на контроль. Ехали люди, которые уже были готовы отвечать на проблемные какие-то вещи, да? Да, ехали. В основном мы объезжали. Вот как раз был закон лесоприемных пунктов. Как раз в это время еще что-то. Мы все-таки предпринимательство приготовили к тому, что их еще раз будут учитывать. Было очень сложно. Поэтому мы эту тему потом новую услугу у нас была в МФЦ. Корпорация развития продвигалась. Мы вот это все доносили, что что-то новое появляется у нас в регионе, в стране. Давайте пользуйтесь. Предпринимательские десанты в районах области надо возрождать. Подождите, вы модерировали секцию с налоговой и вы говорите, что только один был вопрос от предпринимателей по поводу того, что приедете к нам настолько все хорошо, что теперь во взаимоотношениях бизнеса с налоговой. Вы меня спросили, какая ответная связь. Вот я такую связь получил. Если она какая-то другая еще, надо спросить. Льва Давидовича, наверное, собирал все... Льва Давидовича, что-то читает, что-то знает. Куда-то ходит. И для него больше информационный был. Конечно, НДС пообсуждали еще что-то, вопросы по кассам позадавали, что лежало на поверхности. Но я считаю, вопросов было не очень много, на которые ответили налоговики. Могло быть больше, но доклад у них отформатированный, он достаточно емкий и большой. И сразу на все вопросы отвечать, наверное, просто... Во-первых, предприниматели были разных категорий. Для кого-то касса онлайн интересует, для кого-то изменение НДС, как правильно, перейти с 18-20% налога. Предприниматели в основном НДС не платят. Поэтому были вопросы, но было не очень много вопросов. Поэтому форматы для районов области и для города Кирова это совершенно разные форматы. Хорошо. Давайте все-таки к цифрам. Вернемся. Наталья Кряжева, министр экономического развития региона, озвучивала в рамках прогноза социально-экономического развития Кировской области такие цифры. К 2035 году, про который вы говорите, что это очень далеко, очень далеко, на самом деле не очень далеко, 17 лет всего, количество малого и среднего бизнеса предприятий должно составить 23,5 тысячи человек. Это на 20% больше, чем сейчас. И на 19% больше, к этому же времени, должно увеличиться количество занятых в малом и среднем предпринимательстве. всего должно быть 25 миллионов человек. Миллионы, это, наверное, в стране. У нас все население Кировской области миллионов 400. Да, видимо, в стране. Есть общие ориентиры. В стране это 25 миллионов рабочих мест высококлифицированных. По-моему, эта история уже в 15-летней давности об ней рассказывают, рассказывают и рассказывают. До сих пор пытаемся дорастить эти цифры, но не доращим. Бориса Юрьевича Читова программа Столыпинского клуба там тоже есть. То есть мы пытаемся, стараемся в нашей стране все-таки вырастить малый и средний бизнес, который... А он все не растет и не растет? Который... Ну, почему не растет? Растет? Да, конечно, растет. Ну, реальный бизнес растет. Конечно, сегодня мы вернулись в Советский Союз и деньги, к сожалению, государство научилось заводить только через государственные какие-то объекты, через программы Татарстан пользуется очень хорошо событийной экономикой. Мы, значит, к 750-летию города Кирова тоже какие-то деньги привлечем через вот... Через федеральные программы. Через федеральные программы. Да, это медленно очень история. Прямых денег получить можно только в банке под гарантией, слава богу, в корпорации развития или областного фонда. Нам это очень далеко, и поэтому малому бизнесу доступ вот до тех федеральных денег, его практически... Я даже не рассматриваю это, потому что это длинная вся история, и чаще бюджет рассчитывается потом, нужны какие-то залоговые вещи при участии в конкурсе. Поэтому давайте будем на земле. Давайте. Давайте будем на земле, поэтому у нас вообще доступ до финансов, до коротких финансов или средне длинных финансов, он оставляет желать лучше. Потому что предпринимательство либо уже закредитовано, которое могло закредитоваться, либо вообще не кредитуется, потому что залоговой базы у него не существует. Его просто не выдастся. Стартапы, банки тоже не финансируют. Для этого есть фонды Бортника, еще какие-то фонды. Но чтобы в них тоже попасть, нужно очень постараться, надо лучше нанять консультанта какого-то, это тоже на входной билет нужен. Поэтому мечтать о 35-м годе, я все-таки бы, давайте жить сегодня. Давайте жить сегодня, помогать сегодня. Государство произойдет векторы, в которые мы будем устраиваться, либо жить сами по себе, как обычный малый бизнес. Я так понимаю, что вот этот национальный проект по развитию малого и среднего предпринимательства, он как раз включает в себя в том числе, скажем так, улучшение доступа к кредитным ресурсам для малого и среднего бизнеса. За счет чего планируется это обеспечить? Первое, что заработали те инструменты, которые сегодня созданы. Если просить, кто получил через корпорацию развитие деньги, я не знаю, ведь и русская область пальцев одной руки хватит. Те истории, которые нам рассказывают, они пока не работают. Власти и федеральные, и региональные все-таки планируют создать 25 миллионов рабочих мест в стране, должны встроиться сами своими аппаратами и доделывать это все. Мы готовы помогать, тем более на федеральном уровне опора России является главным исполнителем этого национального проекта. Никуда не прячемся, мы здесь, мы работаем, мы чем можем, помогаем. мне до сих пор приходится общаться, вернее, мы и раньше работали, несмотря на то, что они обучсмены, всегда взаимодействовали с МЧС, с потребнодзором, по судам ходим, поэтому мы работаем, все, кто к нам обращается, мы всем, чем можем, помогаем, взаимодействуем с бизнес-обучсменом, с общественной объединением, с торговой промышленной палатой особенно, поэтому мы работаем, и думаю, что национальный проект, он даже больше нужен для того, чтобы все мы наконец-то доосознали, что без развития бизнеса мы далеко не уедем на нефтяную игру, и она не личная. Ну, нефть это тоже бизнес, просто это иной совершенно бизнес. Ну, бизнес, я бы сказал, что это, ну, если бы Газпром выдавал пенсии по тысяче рублей каждому пенсионеру, тогда можно было бы про национальное достояние говорить, пока это действительно чей-то бизнес. Андрей Вавилов в нашей студии, председатель Совета Кировского регионального отделения опоры России. Сделаем небольшой перерыв на рекламу и вернемся. Особое мнение Андрея Вавилова мы сегодня выслушиваем, председателя Совета Кировского регионального отделения опоры России. Но не могу у вас не спросить про Сытный двор, тем последних дней, фактически, там, час назад мы с Александром Сидельниковым, начальником управления, развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации города этот вопрос затрагивали. Напомню предысторию, 28, 29, 30 числа она началась. Сказано было, что ярмарки Сытный двор должны быть закрыты, предприниматели должны оттуда уйти. Со своей стороны, значит, руководство рынка заявляет о том, что мы продолжим работать, как работали, городские власти грязятся штрафами. И чем-то эта история, видимо, закончится все-таки так или иначе. И, видимо, рынки, вот эти вот рынки, они исчезнут. У меня вопроса два. Во-первых, мне очень понятно, почему так внезапно вдруг свалилось это все и на жителей города, и на предпринимателей. А во-вторых, не взяли как-то сделать так, чтобы они хотя бы до Нового года проработали. Потому что 31 декабря на центральном октябрьском рынке невозможно купить продукты. Там очередь. Я думаю, что действительно был бы хороший компромисс, разрешили доработать хотя бы числа до 5-7 января, потом закончили всю эту историю. Может быть. Но ведь когда у нас эти истории начинались и с Комсомольской площади, еще что-то, мы, я тогда омбудсменом был, мое первое требование было о том, чтобы была предложена альтернатива. Если это для собственников земельного участка бизнес-проект, и как они сдают в аренду, это одна история. если там действительно находится бизнес, я давно туда не заходил, насколько там представители крупных заводов или еще кого-то, просто не знаю, честно. Там разные, насколько я помню, я тоже давно не была, но там разные совершенно предприятия. Если там представители заводов, у которых много торговых точек, и в том числе насытные на дворе, ну, это значит лишение работы вот конкретного человека, который там нанят. Если это отдельный предприниматель, который ведет там бизнес на этой точке, он ее прикормил, ну, тогда это проблема. Это действительно проблема. То есть, он же не знает политику города о том, что это когда-то закроется. если пугать и предупреждать, и штрафовать, это не меры, но мера хотя бы такая, что предложите альтернативу и дайте разумный срок для того, чтобы предприниматель, предприниматель, еще раз говорю, смог переформатировать свой бизнес. Если это шквально, аврально, но это не очень, это неправильно. Это неправильно с точки зрения завтра куда ему? На большую дорогу выходить, где он деньги возьмет? Поэтому, не знаю историю до конца, потому что, ну, не слежу я сейчас не омбуксмен, не взаимодействую с властями так близко и не знаю, о чем Сидельников час назад говорил, не слушал. Я эхо был другим делом занят, к сожалению, но хотя люблю вас слушать. Поэтому, просьба к властям проанализировать каждого бизнеса, кто там работает, если там есть настоящие бизнесмены, которые не являются представителями каких-то крупных заводов, именно продавцы, предложить что-то альтернативное, которое их практически устроит. А я так понимаю, что альтернативы только две на самом деле. Это октябрьский рынок и центральный рынок, которые сейчас тоже как-то перестраиваются, постоянно там предприниматели в ожидании каких-то новаций, перемен и прочего. Тогда надо знать временной лаг. Хотя бы временной лаг, чтобы предприниматель сам нашел. Я помню ту историю, когда меня могли там и ругать, и были люди, которые на меня песни сочиняли, как я участвовал в закрытии комсомольской. А, это рынок комсомольской, это которые? Который верхний или который нижний? Где сейчас парковка? Да, где парковка. Часть предпринимателей, и я участвовал в этом, нашли арендные площади, не так далеко, переехали, и иногда... Закрытые, закрытые площади, то есть не об уличном. Не уличные, да. И до сих пор там точно работают, потому что, ну, вот я мимо прохожу, всегда захожу, всегда здороваюсь. Есть там, что вспомнить, потому что такая длинная эпопея была. Тоже тянулось не один год, по-моему. Да, тянулось не один год. Ломать не строить. Пожалуйста, если ломайте, ломайте медленно. Тут еще был вопрос, я так понимаю, что одна из основных претензий городских властей к этим предпринимателям это то, как выглядят эти рынки, что антисанитария, местные жители туда не ходят, туда приезжают, не знаю, там люди, которым важна, не знаю, там разница в цене продукции в 5 рублей, в 10 рублей, в 15 рублей, они готовы покупать в любых условиях. Да, неважно, какой там ржавый ларечек или благоустроенный павильончик? Нет, ну вот, я там давно не был, поэтому сейчас обсуждать, в каком виде это все, это властям виднее. Но власти говорят, да, плохо это все выглядит. к сожалению, на Комстомольском площади, когда нам налоговики выдали цифры о том, что из всех 126 рабочих мест, 4 предпринимателя работают в правом поле, ну, это была такая подщечина, после которой, сказать, мы защищаем бизнес, было очень сложно. И как раз вот те четверо, которые работали, мы, в общем-то, они не бросили это все. Потому что там было много торговых точек, а один человек нанимал людей, причем они к предпринимательству никакого отношения не имели, они работали в черную, было до 5, до 6 торговых точек от одного владельца. Без оформления. Поэтому на Сытном дворе маловероятно, что такая история, там конкретное предприятие, для которых потеря одной торговой точки плохо, но не смертельно. Андрей Николаевич, еще такой вопрос. Смотрите, а вот вариант ярмарок сезонных, там, я не знаю, ярмарок выходного дня, который у нас пытается развивать, и который, ну, периодически вот здесь у нас рядышком по соседству присутствует на театральной площади, вам он как? Потому что то, что я вижу на театральной площади, вот эти вот ларечки тканевые на металлическом каркасе, я не скажу, что они выглядят прям вот сильно хуже того, что у нас на постоянных рынках. Или для ярмарки это нормальный формат? Или ярмарки тоже надо развивать? И для ярмарок должна быть какая-то площадка прямо вот, ну, со стационарными такими ларьками, которые не надо разбирать каждую, не знаю, каждую неделю. Может, это будет выход вот для таких предпринимателей? Потому что, когда сытный двор запускали, было ощущение, что вот у нас наконец-то вроде какая-то культура ярмарочная начинает зарождаться, и постоянные тут вроде как точки торговые. И эту культуру сегодня признали уже бескультурной. Ну, конечно, да, потому что некрасивый антисанитарный. Не, ну, я, наверное, далеко иду в полемику, откуда являются ярмарки, что я как бы предприниматель в них не участвовал, потому что у нас холодно, и зимой что-то надо в капитальные вещи переходить, и так далее, и так далее. Но пока народ туда ходит, голосует рублем, тогда надо помогать им себя преобразовывать тихонько. Только единственное, чтобы преобразовывать, нужно всегда вкладываться. Вкладываться нужно считать. И надо понимать, что этот объект здесь присутствует ни год, ни два. Да, То есть везде должна быть экономика, и предприниматели говорят, либо ты вот перестраиваешься в такой формат, либо, к сожалению, у тебя там есть полгода или год, чтобы свернуться. Вообще горизонты планирования должны быть у предпринимателей не меньше двух-трех лет. Хотя бы, ну хотя бы два года. Но ведь предприниматель два года-то он пролетает очень быстро, говорит, пардоните, я еще не успел, как бы, вот еще хочу. Поэтому не знаю, я не буду спорить с властями, почему? Потому что тема действительно стара. Тема стара, и она периодически возникает, возникает причина ее возникновения, ну или действительно антисанитария, но тогда при чем тут власти, должен быть Роспотребнадзор, тогда он должен сегодня сидеть в студии и говорить, да, у них там вот такая-то кишечная палочка, там, крысы бегают, ну не знаю, кто там бегает, зайцы бегают, капусты едят. То есть проблема есть такая, которая, есть угроза населению, то есть у нас Роспотребнадзор включаться должен, есть угроза населения, а рассадник там чего-то. Ну, если бы был рассадник чего-то, ну я бы раз туда пришел, заболел бы и больше туда не пошел. А раз люди ходят, значит, не бегают крысы. Наверное. Ну, наверное, да. Андрей Николаевич, у нас остается буквально с вами 4 минуты, я все-таки хотел бы стартовать, так скажем, в наших особых мнениях с той темы, которую мы всегда поднимаем в декабре, это некие итоги года, некие, ну там, не знаю, некое видение наших гостей того, что происходило вот в 2018 в частности. На ваш взгляд, взгляд председателя Совета рекотделения опоры России, можно ли назвать какие-то 3 события со знаком минус для экономики в России в уходящем году? И со знаком плюс. Или это очень обширно? Давайте про минус не будем. Про минус критиков без меня хватит. Давайте я про плюс расскажу. Давайте про плюс. Все-таки мы молодцы, мы смогли получить статус в моногородах Тосры, допустим, в Белой Холунице, в Лузе. Территория опережающего социально-технического развития. где бизнес может развиваться, и вот мы буквально посетили несколько районов, и я порадовался за Белой Холунинский район, нашлись глава совершенно замечательная девушка, председатель Думы Черезов Олег Валентинович тоже замечательный. То есть они не сидят, они не сидят на месте, то есть есть районы, в которых люди движутся. Давайте поддерживать, не вот кстати у вас там был заготовлен вопрос, мы не успели на него отвечать, это какие-то борьба с бедностью, проекты борьбы с бедностью. Если помните, борьба с бедностью в 2004 году при Николае Ивановиче и господине Лебедеве началась, мы как раз приехали в Белый Холунинский район, и начали рассказывать о том, что вот там надо развивать инфраструктуру отдыха, рекреации, вот слава богу, что вот эти 14 лет они не пропали даром, в Белой Холунице появилась замечательная набережная, и люди могут дефилировать, в конце концов, выходить, и не только... Не только местные жители. Да, да, то есть поэтому вот давайте лучше рассказывать о хорошем. Андрей Николаевич, а инфраструктура для туристов там появилась за эти 14 лет? Потому что вот это самый большой и самый больной вопрос в районах области, когда мы говорим про развитие туризма и рекреации. Она есть там, она развелась достаточно давно, но сейчас в каком состоянии, не знаю, потому что собственник, по-моему, вот этого, где можно кататься на лыжах на горе, да, Гринфилл, еще как-то называется. Там немножко сейчас в каком-то затишке, но может быть мы через вас, через вот, будем призывать все-таки такие места, которые созданы, чтобы люди посещали и наши местные зоны отдыха как-то там, ну, поддерживали. Так, хорошо. Создание и появление ТАССР в районах области это плюс. Что еще в плюс? Плюс? Да. Все мы живем, все работаем. Это плюс, чтобы... Есть работа, это плюс. Есть карта. Ее много, это еще один плюс. Ну, вот я так не готов, надо было, конечно, мне подготовиться, но вот для меня то, что лежит на поверхности, это то, что мы смогли достичь, создать вот эти ТАССР. Крайней мере, под них и деньги можно бюджетно достаточно, ну, межбанковские, банковские веб финансируют под 5%, то есть там реальная экономика может развиваться, то есть там созданы условия, потому что я ее видел в 15-м году, этот остров Крыму. Я никогда не мечтал, что он придет в Киров, он в Кировскую область, оно пришло здесь, и причем не так далеко, за 80 километров, замечательная земля, ну, про белую холуницу имеется, в Лузу, конечно, далековато. Ну, и в поляну тоже. Да, ну, в Ядские поляны, да, то есть я считаю, что вот, хотя бы у того промпарка, который мы все время долбали, возможно, будущее есть именно вот с такими хорошими входными билетами. Вы знаете, я помню, когда вот только-только открывалась в новом статусе уже эта территория, говорилось о том, что вот, это вот, ну, правда, все хорошо будет, а потом пошли новости о том, какие предприятия туда заходят, и вот, не знаю, может быть, это там мой кировский какой-то снобизм, да, как жители областного центра, но когда преподносится как достижение открытие предприятия с девятью, например, рабочими местами или шестнадцатью, мне это кажется немножко смешным, вот, наверное, на самом деле это не смешно, и это правильно. Ну, с чего-то надо начинать? Пусть будет шестнадцать, хотя бы. Да, где-то шестнадцать, даже шестнадцать рабочих мест, это уже, если по три человека семьи, это пятьдесят, где пятьдесят, там инфраструктура возникает, правильно, там, мультипликационный эффект, так что, с чего-то надо начинать, если только все хаять, ну, хватит уже хаять, давайте что-то делать. Андрей Вавилов, который не захотел говорить о минусах по итогам года, председатель Совета Кировского регионального отделения общественной организации опоры России у нас в студии, Андрей Николаевич, мы на этом заканчиваем, а о минусах все-таки, а о минусах мы все-таки вас пригласим поговорить, так или иначе, так что готовьтесь. После Нового года давайте людям не будем Новый год портить. Андрей Вавилов, спасибо. До свидания, особое мнение закончено. До свидания.